Дело в том, что мы говорим о том, что фунтируя у нас падает, литературы нет, музыка куда-то ушла, что мы деградируем. Ничего подобного. Вот театр Назарова, Володя Базинникова, подтверждение тому, что РУССР, Россия, ее победители, да, вас решили помещение. Вот я попытаюсь, каким-то образом, может быть, поучаствовать. Есть с кем поговорить, но то, что это уникально, то, что я поражался на эти все языки, какие гитаристы, какие пальцы, какие цыгали, какие латиносы, какие евреи. Понимаете, это поразительно. И вы все, я поражался, как вы слышите речь. И как вы, я, я кроме русского языка, украинского, немножко польского, больше ничего не знаю. Но как же вы знаете, и как вы вы себя знаете в ритм, как вы попадаете в ситуацию, в состояние, и все время невероятную энергию. Я, когда вошел в зал, концерт все-таки в филармонии. Зал Чайковского. Полный зал. Это, знаете, это говорит о том, что такие театры, как театр Назарова, наверное, это не Киркоровичи. Наверное, это не пошлятельно. Именно потому, что не Киркоровичи не пошлятель, ее нужно поставить в определенную позицию. Нельзя. Это недопустимо. Это непосновительно. Я говорю о том, что как же вы живете, как вы не сдаетесь, то, что у вас остался театр. Вы пистонный? Театр. Я прям сразу сдаетесь. Моя дочь на вас любовалась и говорит, какая же она аппетитная. Да мы все любили. Вы знаете, я не знаю, как вас зовут, Георгий Георгиев, но поразительный. Я ему сказал, когда он появился, я думаю, Каддафи воскрес. Абсолютный Каддафи. Вы знаете, когда театр уникальный, театр, и вы все, вы универсальны, что практически не бывает. Вы, как вот, я сказала, что вы ведь не танцуете, вы больше поете. Вы не танцуете еще. Замечательно. Вообще, такое очищение, то, что вот Владимирская Божья Мать, такое очищение души, и такое, ну, хочется исповедовать. Вот я исповедуюсь в том, что я грешен, мало посещаю вот такие мероприятия. Не суммы, занятость, ленность, наверное. И я бы, Владимир Назаров, давайте выпьем за его здоровье, давайте выпьем за его здоровье.